Уважаемые коллеги, дорогие друзья, хотел бы сказать, что по службе мне приходится часто выступать на различных международных площадках и я очень горжусь тем, что представляю именно Российскую Федерацию. Мы сегодня находимся на мировой арене в числе безусловных лидеров по проводимым реформам в сфере связи, интернета, медиакоммуникации, если быть близко к названиям нашего медиакоммуникационного форума. Мы ведем сегодня действительно такую, в самом хорошем смысле, слово агрессивную государственную политику. Недавно мы вошли в список из 24 стран мира с наибольшей скоростью доступа в интернет. Лидируем по уровню цен на услуги доступа в интернет. Также в хорошем смысле они у нас очень низкие. Сохраняем один из самых низких уровней цен в мире на мобильную связь. Что касается положения России в международных рейтингах, мы сегодня входим в десятку стран с самым высоким уровнем доступности услуг широкополосного доступа. Все это составляющее индекса готовности к сетевому обществу Всемирного экономического форума. По доступности услуг сотовой связи 25 место в мире. Показатель доступности, он, кстати, интегральный. Он учитывает в том числе и уровень доходов населения. Таким образом, с учетом доходов и, несмотря на самую большую в мире территорию, самый сложный, наверное, климат, географию, мы находимся в одном из самых низких в мире уровней цен на скоростной доступ в интернет. По показателю уровня развитости информационно-коммуникационных услуг нам удалось достичь 41 позиции. Прирост у нас составил 9 позиций по отношению к прошлому году. Отдельно хочу подчеркнуть, что это самый высокий уровень из всех стран БРИКС. С учетом того, что Россия в 2015 году является принимающей страной БРИКС, считаю, что это также очень важно. Столь высокое положение России и вот этот динамичный рост во всех мировых рейтингах – это следствие того внимания, которое мы уделяем вопросам доступности услуг и развития инфраструктуры связи в стране. Важно то, что развитие инфраструктуры связи невозможно без соответствующего диалога между регулятором, законодателями и, конечно же, представителями самой индустрии, в том числе инфраструктурными операторами. Важны те реформы, важны изменения в нормативных актах, которые оптимизируют затраты, помогают предприятиям более эффективно реализовывать свои инвестпрограммы, снижать издержки и за те же деньги предоставлять жителям, гражданам нашей страны больший объем услуг. В контексте той непростой экономической ситуации, в которой мы оказались, эти реформы приобрели огромное значение. Позволю себе еще раз напомнить вам суть крупнейшей реформы, крупнейшей стройки телекоммуникационной, которая сегодня реализуется в Российской Федерации. Мы начали стройку более 215 тысяч километров волоконно-оптических линий связи, которые в перспективе позволят обеспечить скоростной, недорогой, широкополосный доступ в интернет в каждом из населенных пунктов с численностью населения более 250 жителей. Такими планами сегодня практически ни одна страна в мире не может похвастаться, особенно, еще раз напомню, с учетом нашей территории и географии. Все это не просто связь, все это позволяет создавать новые рабочие места. По итогам 2014 года недавно на форуме мы слышали о том, что в интернет-экономике работает 1 миллион 200 тысяч человек. Объем интернет-зависимых рынков достиг 6,7 триллиона рублей. Это 10% ВВП нашей страны, который так или иначе использует инфраструктуру связи, широкополосного доступа в качестве основы для своего развития. Вот такие масштабы сегодня имеет наша российская интернет-экономика. Свыше 5 миллионов человек получат доступ в интернет в селах с населением от 250 до 500 жителей. Еще 37 миллионов человек получат интернет, пока операторы будут прокладывать эти кабели в эти небольшие населенные пункты. Правительство утвердило базовый тариф, можно прямо говорить, что это социальный тариф на доступ в интернет, 45 рублей в месяц или полтора рубля в день за 10 мегабит. Это тариф, который касается вот этих малых населенных пунктов. На одном международной площадке, вы знаете, я говорил об этом, мы даже пошутили с экспертами, это дешевле, чем стоимость чашки кофе в Европе сегодня. Вот такие условия для развития медиакоммуникационной среды у нас появляются в масштабах огромной географии нашей страны. Ежедневно в среднем к интернету в России сегодня подключаются 22 тысячи новых пользователей. Вот если вы возьмете прирост интернет-аудитории за последние три года, 22 тысячи пользователей в день, 100 тысячи пользователей каждый час. Пока мы с вами будем открывать это мероприятие и выступить все докладчики, еще тысячи новых интернет-пользователей в России будут подключены. Все это в конечном итоге позволит оказывать государственные услуги в электронном виде, оптимизирует многие другие сферы. Повысит прозрачность, подотчетность органов государственной власти перед гражданами. Но, конечно же, еще раз повторю, для этого важна площадка, важна дискуссия, важен диалог между представителями отраслевого сообщества, регуляторами, законодателями, общественными организациями. Вне всякого сомнения, мы с вами сегодня присутствуем на одной из лидирующих площадок, и нас в эти предстоящие дни в рамках конференционной программы ждут очень интересные дискуссии. Мне хочется пожелать всем профессионалам, участникам форума интересных проектов, самых амбициозных планов. Именно такой должна быть наша страна. И, конечно же, добавить, что Министерство связи и массовых коммуникаций всегда находится на связи. Мы к этой обратной связи готовы, благодарны вам за ее наличие, за конструктивный подход и готовы ее продолжать. Успехов в работе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова